приветствуем наших подписчиков и гостей канала код изобилия друзья мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке сегодня в этом видео мы поговорим с вами о лавровом листе поговорим о том как лавровый лист может вам помочь и если вы бы знали насколько он считается сильным энергетическим помощником а знаю уже после этого видео эту информацию вы можете использовать себе во благо поэтому обязательно просмотрите это видео от начала до конца всем приятного просмотра вы знаете лавровый лист известен многим из нас но он пользуется не только для приготовления блюд и различных маринадов придавая им такой вот особую пикантность и улучшая их вкус с его помощью можно привлечь и вашу жизнь много положительных энергий а с ними счастья благополучия удачу энергию денег а также приобретение гармонии защиты также лавровый лист используют для очистки помещений снятия порчи и из глаза а также много-много другого конечно же многие из нас хозяюшки используют его на кухне но не все знают что это уникальный и очень сильный энергетический помощник лавровые листья известны еще с древних времен именно протяжении всего времени придавалось особое значение лавровый лист использовали в те времена для проведения различного рода ритуалов и обрядов венки из лавра носили победители также по про лавр ходит достаточно много легенд одну из них хотим с вами сегодня поделиться да она очень красивая но грустная но тем не менее один небогатый юноша влюбился в богатую девушку и родители ее были против таких отношений и вот отец поставил условия что юноша сможет взять в жены его дочь если сможет стать успешным человеком и добиться успехов юноша поехал искать как прославиться чтобы быть со своей любимой а отец не сдержав своего слова начал подыскивать пару для своей дочери и устраивал в ее честь турниры а девушка настолько переживала что в один из моментов обратилась за помощью к высшим силам и они превратили ее в красивое вечное зеленое растение которому люди приходили за помощью в один прекрасный момент ее возлюбленный пришел за помощью клавру сплел из его ветви венок и смог выиграть турнир тем самым стал известным человеком через время он узнал что это его любимая помогла ему он всю свою жизнь пытался вернуть ее но у него ничего не выходило и чтобы с ней не расставаться ни на миг он все время носил на голове венок из лавра юноша со временем стал покровителем спортивных состязаний и вручал лавровые венки всем победителям чтобы они смогли добиться поставленных целей и не повторить его судьбу с тех пор лавровый венок всегда был у победителей это был символ силы и триумфа чести и любви он помогал в достижении целей а к лавру к этому благородному растению до сих пор обращаются за помощью и он помогает но лавр это символ чистоты бескорыстия целеустремленности и бесстрашие помогает человеку он наделяет его жизненной силой помогает воплотить желаемое в жизнь но помогает только тем людям у кого чистое сердце и душа которые не несут в своем сердце не зависти не злости не ненависти если человек с недобрыми помыслами обращается за помощь за помощью к лавру то он притянет такому человеку негатив ведь энергия которая наполняет человек века притягивает к нему такую же энергию если это положительно эту с помощью лавра придет и положительная энергия а вот если она отрицательная то с помощью лавра притянется отрицательная практике с привлечением лаврового листа направлены на привлечение приятных и хороших перемену перемен вашу жизнь поэтому к ним нужно подходить со всей серьезностью и ответственностью лавровые листья для обрядов ритуалов должны быть целыми не поврежденными не иметь на себе дырочки и заломы они должно они должны быть однородного зеленого цвета лавровые листья другого цвета и те которые имеют на себе рыжие вкрапления не имеют особой силы и энергетики поэтому нет смысла использовать их и просить у них о помощи перед тем как вы будете планировать совершать какие-то действия с лавровым листом его обязательно нужно попросить о помощи и поблагодарить за содействие в вашем вопросе вам нужно проговорить следующие волшебные слова лавр о твоей силе знаю тебя о помощи прошу притяни положительной энергии в жизнь мою затем всегда держите его некоторое время между ваших ладошек как бы вы тем самым обмениваетесь с лавровым листом энергетикой и устанавливайте вашу общую энергетическую связь при этом обязательно проговаривайте такие слова тебя лавр в ладошках держу связь между нами устанавливаю на помощь мне приди и своей сильной энергетикой мне помоги аромат лаврового листа приносит в жизнь также и позитивные изменения поэтому возьмите также за правило использовать и эфирное масло лавра а вот если положить лавра под матрас вы сможете привлечь в свою жизнь вещи и сны эта практика используется если вы ищете выход из ситуации не знаете как правильно поступить проделав это вы обязательно во сне увидите ответ выберите лавровый лист положите в его на ваше спальное место и при этом проговорите следующие волшебные слова под матрас тебя кладу вещи сны мне показать прошу но помните что больше семи дней на нем нельзя спать и проделывать это чаще чем раз в полгода также не стоит это достаточно сильная энергетика и справиться с ней не всем под силу во время сна человек не защищен с лавровым листом также связанные многие поверья народные приметы и правила нужно внимательно к нему относиться если вы научитесь правильно использовать его силу то сможете сделать свою жизнь лучше и привлечь в нее разные положительные моменты как только вы начнете прибегать к его помощи в ритуалах в обрядах в практиках вы увидите насколько быстро вашей жизни будут происходить положительные изменения и улучшения